Бесмилля. Шииты, ашариты, хабашиты, хариджиты, мурджииты, ихваны, джихадисты, исламисты, фундаменталисты и так далее. До недавних пор я наивно полагал, что я могу просто называть себя мусульманом. И раньше меня волновали исключительно вопросы о том, как я могу посредством ислама исправить свою жизнь, жизнь других. Я, например, брал те или иные инструменты из ислама, какие-то наставления, советы, и посредством этих инструментов я исправлял свою жизнь и все, что меня окружало. Но теперь все по-другому. Ко мне теперь пришли люди и начали задавать мне вопросы. Они говорили, а кого ты слушаешь? Что ты думаешь об этом или об этом ученым? Что ты думаешь о правителях и президентах тех или иных стран? А как это считает мест Аллаха, руки Аллаха и так далее? Просто целая куча самых странных вопросов. И вот с тех пор, друзья мои, моя душа просто в смятении. Как я уже говорил, мне задавали довольно странные вопросы, о которых я до сих пор даже не задумывался. И в итоге оказалось, что от моих ответов зависело отношение этих людей ко мне. То есть, к какому течению они меня припишут. Для них это было очень важно. Например, если я принадлежу к их течению, значит все окей, со мной можно дружить, меня можно рекомендовать, со мной можно здороваться и в целом у меня красавчик. Но, если я этого не придерживаюсь, все, значит надо держаться для меня как можно дальше. К сожалению, сегодня быть просто мусульманином этого недостаточно. Сегодня ты должен точно знать, какой именно ты мусульманин. Иначе тебя припишут в какой-нибудь секте. Поэтому в этом видео я собираюсь дать вам буквально несколько инструментов, с помощью которых вы будете точно знать, кто вы, зачем и почему дожили. Совсем недавно я начал изучать этику взаимоотношений между мусульманами. То есть, как у нас все должно быть в идеале. Например, то, что мы мусульмане должны хорошо относиться друг к другу. Мы должны быть как единый организм. И мы должны держаться крепко за религию нашего Господа Бога и не разделяться. И все это звучит очень красиво, очень разумно. Но на деле этого, к сожалению, нет. На деле лично, например, я вижу людей, которые просто полны ненависти друг к другу. Если ты слушаешь этого шейха, все, я тебя поздравляю, ты вахабит. Если ты слушаешь другого, значит ты муржиит. Третьего ты хариджит и пошло-поехало. Все это, друзья мои, очень сильно дробит нашу ум. И враги об этом прекрасно знают. Я ни в коем случае не призываю никого объединяться вопреки всему и вся. Хотя сейчас существуют такие концепции, но я их противник. Я не стал бы никогда закрывать глаза на ложь. Объединение, друзья мои, возможно только на истине. И этой истиной как раз-таки является наша религия без каких-либо компромиссов. Как говорил товарищ Пушкин, тьмы низких истин мне дороже на возвышающий обман. Поэтому я собираюсь говорить только правду, даже если она не написана каким-либо людям. Смотрите, Господь в Коране говорит о том, что мы должны держаться за верфь Аллаха и не разделяться. То есть мы, верующие мусульмане, должны быть единым целым. Мы должны быть опорой друг для друга, помощью, поддержкой. Мы должны быть единомышленниками. Мы должны быть друг другу братьями, но никак не врагами. Верфь Аллаха, друзья мои, это религия Аллаха, ислам. И вокруг нее как раз-таки мы должны объединяться. Вообще в идеале ислам в Дагестане, в Чечне, в Америке, в Китае, я не знаю, в Туркменистане. Кстати говоря, в Туркменистане я обещал передать братьям из Туркменистана салам. Ассаляму алейкум варах, ла браяка, дорогие мои, да помилует вас Аллах. Так вот, в идеале ислам во всем мире должен быть одинаков. Потому что у нас нету двух исламов. Приходил лишь один пророк Мухаммед, саллиллаху алейкум, и лишь с одним исламом. Нету радикального ислама, нету нерадикального ислама, нету традиционного, умеренного или еще какого-либо ислама. Нету такого. Все эти названия придумывают плохие дяденьки для того, чтобы разделять нас. Вот и все. В связи с этим, чтобы выявить настоящий ислам и очистить его от всевозможных примесей, нужно сделать следующее. Нужно вывести базовые, фундаментальные столпы, на чем мы, мусульмане, должны и можем объединиться без каких-либо вообще споров и разногласий. Я не буду называть вам имена тех или иных ученых, шейхов, течений и так далее, ни к чему. Я только дам каждому искреннему мусульману компас, благодаря которому он не потеряется во всей этой неразберихе. Но вначале небольшая оговорочка, без нее никак. Если вы, друг мой, ищете истину, оторвитесь на время отличностей. Именно отличностей. Если вы слепо следуете каким-нибудь шейхам, святым, ученым, школам, течениям, философам, это, друзья мои, большая проблема. Реально большая проблема. Но все же, как бы ни было, просто постарайтесь хотя бы на пару минут абстрагироваться от них и просто включить свой самостоятельный разум. Я знаю, это очень трудно, но все же. Просто постарайтесь, как говорится, быть максимально критичными, объективными, беспристрастными буквально 10 минут и все. Окей, договорились, иншалу. Смотрите, я не ученый, вы все это прекрасно знаете, я новичок в исламе, у меня нету структурированных академических знаний, у меня нету разрешения преподавать от официальных мусульманских лиц, у меня нету наставника, учителя, я не привязан ни к каким шейхам, ни к каким школам. Но все же, прочитав самостоятельно несколько раз Коран, Сиру Пророку, труды разных ученых, как ранних, так и наших современников, пообщавшись за эти несколько блогерских лет, с доброй сотней, друзья мои, приверженцев, всевозможнейших просто течений, а меня, поверьте, пытались завербовать в свою секту разные специалисты разного уровня. Так вот, за все это время, друзья мои, рассмотрев огромнейшее количество аргументов этих течений, у меня сложилось очень твердое убеждение, и я хотел бы этим сегодня с вами поделиться, иншалу. Вот вам мои выводы о том, как не попасть в секту и придерживаться истины. Есть буквально несколько ориентиров, и любое отклонение от них я считаю ложью. Первый ориентир, друзья мои, первая основа, отклонение от которой является заблуждением, это, конечно же, Коран. Потому что в Коране написано истинно в последней инстанции. Коран это слово Аллаха, поэтому мы должны изучить тафсиры Корана, мы должны искать ответы на все свои вопросы именно в этой книге, потому что Коран это руководство для людей, это слово нашего господа, обращенное каждому из нас. И каждый мусульманин должен изучить его, извлекать из него уроки, исследовать ему. То есть, как мы должны поступить, чтобы объединиться на этом. Мы должны изучить, какой аят, по какому случаю и когда был неспослан, и выкнуть в сторону мнение тех, кто противоречит Корану. Изучать Коран для каждого мусульманина это обязательно. И тот, кто не изучает Коран, он является легкой добычей для наших врагов. Предположим, к вам подошел человек и говорит, а поехали-ка, дружок, на джихад. Мол, Аллах в Коране сказал, воюйте с неверующими и так далее. И он, соответственно, показывает вам какие-нибудь страшные кадры, как американцы убивают мусульманских женщин и детей. И что вы будете делать? В одном месте в Коране сказано воевать, в другом месте сказано воздержаться от военных действий. Что вы прикажете делать? Именно из-за незнания множества мусульман, ситуаций, положений, людей в момент неспослания тех или иных аятов, именно из-за незнания условий военных действий и так далее, именно из-за невежества мусульман в этом вопросе, плохие дяденьки из спецслужб используют эмоции молодых и горячих мусульман для реализации своих коварных целей. Поэтому, друг мой, когда к тебе подойдет один из этих негодяев и начнет рассказывать тебе сказку про джихад, а это может быть и сестра, в кавычках, в платочке, и брат с очень красивой бородой и наигной искренностью, кто бы он ни был, перед тем, как делать какие-либо резкие шаги, сначала изучи ситуационно, по какому случаю был неспослан аят, когда он был неспослан, что, как, и тебя уже не смогут завлечь в какую-нибудь лживую политическую игру, где якобы отстаиваются интересы ислам и защиты мусульман, а на самом деле это просто амбиции и жажда власти тех или иных лиц. Вот и все. Поэтому, дорогие мои, будьте благоразумны. Первое, что должен изучить каждый мусульманин, чтобы стоять крепко на истине, и чтобы его не ввели в заблуждение, это изучить Коран. Окей, идем дальше. Второе. Второе, что мы должны сделать, чтобы не впасть в заблуждение, исследовать прямым путем, путем чистого ислама, это, конечно же, изучить жизнь последнего пророка Аллаха, Мухаммеда. Почему мы должны это сделать? Как вы думаете? Почему мы должны изучать его жизнь? А потому что пророк Мухаммед, он непосредственно реализовал этот самый Коран в жизнь. Это тот человек, которого Аллах выбрал из всего просто сонма людей для передачи своего откровения, для передачи своего закона, по которому мы, люди, должны жить. Поэтому Всевышний сказал нам в Коране, в посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас. Смотрите, если наш Господь говорит о том, что в посланнике прекрасный пример для нас, это значит, друзья мои, что мы должны последовать его примеру во всех своих делах. Но это невозможно без изучения его жизни. Вот когда вы смотрите фильмы или какие-нибудь, я не знаю, боевики, вам хочется подражать этим героям. Почему? Потому что вы также хотите обладать мужеством, смелостью, силой, ловкостью, как эти герои из фильма. А скажите мне, кто был более мужественен, чем пророк Мухаммед, саллиллаху алейкумсалям? В моменты сражения за ним прятались самые смелые воины. Или скажем, вы смотрите Шеллока Холмса, вы смотрите, как он красиво выстраивает речевые обороты, как он обдуманно действует и так далее. Разве был кто-либо красноречивее и лаконичнее и мудрее, чем наш пророк Мухаммед, саллиллаху алейкумсалям? Нет, конечно. Этот человек, друзья мои, он изменил ход истории. Он оставил после себя величайшее наследие. Он признан даже неверующими, самым выдающимся человеком за всю историю. И нет вообще равного ему нигде и никак. Пророк Мухаммед, саллиллаху алейкумсалям, он был лучшим посланником, лучшим рабом Аллаха. Он был лучшим другом, лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим семенином, лучшим соседом, лучшим торговцем, лучшим воином, лучшим политиком, лучшим правителем. Как можно вообще изучать жизнеописание кого-либо раньше его жизнеописания? Это безумие. То есть, друзья мои. Второе, что мы должны сделать? Мы должны посмотреть, как жил избранник Господа миров. Что он говорил об Аллахе, что он говорил о взаимоотношениях между людьми, что он говорил о торговле, браке, наследовании, отношениях к властьимущим, отношениях к неверующим, внешней политике и так далее. Мы должны строить свои убеждения на основе этого, исключительно этого. Например, к вам приходит человек и говорит, а пошли-ка просить у такого-то святого праведника, чтобы он походотайствовал на нас, за нас пред Аллахом, о прощении наших грехов или даровал нам денег побольше, детей и так далее. Вот что вы будете делать? Правильно, вы уже знаете. Вы сначала смотрите, а есть ли такое вообще в Коране? Смотрите, ага, такого нету. И более того, Аллах запрещает делать это по всему Корану, с самого начала до самого конца. Этого уже хватило бы вам, чтобы воздержаться. Но мы идем дальше. Мы смотрим на жизнеописание пророка, сар Аллаху, алейху салям. Ходил ли он на могилы праведников? Простил ли он у них о чем-либо? Или может быть он побуждал людей к этому? То же самое. Мы этого не находим. А наоборот, мы видим то, что он строго запрещал это. Что мы тогда делаем? Мы говорим этому человеку, что мы не последуем за ним. Так как это противоречит тому, с чем пришел посланник Аллаха, сар Аллаху, алейху салям. В Коране и в Сунне такого не узаконено, а наоборот запрещено. Поэтому, друг мой, пойдем лучше просить у Аллаха. Он единственный, на кого стоит уповать, кому следует обращаться с молитвами и так далее. Окей, а для чего еще нам нужно сунна, как вы думаете? Сейчас, иншаллах, объясню. Вот вам простой пример. В Коране сказано, воруй воровки, отсекайте их руки. Теперь давайте проведем эксперимент. Представим обыденную, стандартную для нас, россиян, ситуацию. Какой-нибудь депутат собрал деньги бабулик и дедулик и перевел их на расчетный счет своей любовницы в Кайманах. Что вы будете делать? Предположим, вас назначили мусульманским судьей над этим человеком. Вот что вы будете делать в таком случае? Сказано, отсечь руку. Вы отсечете ее как? От плеча и до кончиков пальцев? Или вы тяпнете от локтя? Или кисть? Или просто пальцы? Или несколько пальцев? Как вы, друг мой, приведете в исполнение приговор? Вот. Нужно здесь уточнение? Правильно. Окей, другой вопрос. А что если человек украл всего лишь кусочек хлеба? Просто кусочек хлеба, чтобы, я не знаю, не умереть с голоду? Станете ли вы характеризовать его словом вор? Считается ли такой человек в исламе вором? В Коране нету разъяснения, что вы будете делать. Где вы будете искать ответы на все эти вопросы? А вот ответы, дорогие мои, как раз таки и есть в Сунне Пророка, саллиллаху алейкум саллим. То есть, Коран дает нам общие базовые ориентиры в жизни, а Сунна уже конкретизирует их ситуационно. Именно для этого Аллах направил к нам Пророка, саллиллаху алейкум саллим, который жил среди нас, обучал нас мудрости, религии и правильному пониманию Корана. Значит, второе, на чем мы должны объединяться, это что? Правильно, Сунна Пророка, саллиллаху алейкум саллим. Окей, идем дальше. Тут начинается самое интересное. Если спросить у представителей абсолютного большинства сект, приписывающих себя к исламу, на чем строится их убеждение, знайте, что они вам ответят? Правильно, Коран и Сунна. Они реально скажут, что они следуют Корану и Сунне. И не имеет значения, что они трактуют те или иные аяты по-своему, по своему усмотрению, не так, как говорил об этом Пророк, саллиллаху алейкум саллим. Или они приводят в качестве оправдания своих взглядов какие-нибудь слабые, либо вымышленные, выдуманные хадисы, или какие-нибудь, я не знаю, свои умозаключения, философские мысли. Да не суть. Простой человек, он не сможет самостоятельно разобраться во всем этом. Его просто введут в заблуждение, раз-два. Человек, у которого работа с девяти до шести, у него нет времени проверять истин, слабость, сильность хадисов и так далее. Он не сможет самостоятельно проанализировать аяты и хадисы. Как тогда быть? Сегодня все претендуют на то, что они следуют Корану и Сунне. Как тогда отличить приверженца истины от приверженца заблуждения? А выход есть, дорогие мои. И сейчас, иншаллах, мы с помощью Аллаха прочертим с вами такую жирную линию между истиной и ложью. И после этого все секты, друзья мои, исчезнут как монстры в шкафу. Смотрите, пара вопросов, и вы все поймете. Скажите, пожалуйста, кто собирал Коран аят за аятом в единую книгу? Кто запоминал его? Кто зубрил его днями и ночами? Кто записывал его? Кто распространял его среди людей и соплеменников? Напомню вам, пророк, он не умел ни читать, ни писать. Кто тогда это делал? Кто передал нам Коран в том виде, который мы сегодня читаем? Надеюсь, что читаем, потому что большинство людей, он просто лежит дома на почетном месте, и с него просто сдувают пылинки. Так кто это все сделал? Скажите, пожалуйста. Правильно, сподвижники, пророк, салли Аллаху алейкум. Те, кто окружал пророка, то есть его семья, его друзья, те, кто принял ислам и так далее. Значит, Коран собрал для нас кто? Сподвижники, правильно. Идем дальше. Кто передал нам разъяснение пророкам, салли Аллаху алейкум, аятов Коран, то есть Тафсиры? Откуда мы знаем, в каких ситуациях, когда, какой аят и для чего был ниспослан? Кто это все нам передал? Правильно, то же самое, сподвижники. Кто передал нам информацию о том, как жил пророк, салли Аллаху алейкум, что он говорил, что он делал, куда ходил, что одобрял, что порицал? Откуда мы обо всем этом узнали? Камер наблюдений тогда не было, друзья мои, в Коране об этом в деталях ничего не сказано. Откуда мы знаем, как совершать омовение, как молиться, как поститься, как быть в тех или иных ситуациях в жизни? Откуда мы обо всем этом знаем? То же самое, нам обо всем этом рассказали его сподвижники, самые близкие ему люди, его семья, его друзья из числа уверовавших, вот и все. Именно благодаря сподвижникам, друзья мои, мы как будто наблюдаем за самим пророком, салли Аллаху алейкум, через скрытую камеру. Мы знаем, как он выглядел, мы знаем, как он ходил, как он улыбался, говорил, радовался, огорчался, любил, плакал, молился. Все это мы знаем благодаря сподвижникам пророка и их старанием запомнить, применить жизнь и передать следующим поколениям то, что они услышали и увидели от пророка, салли Аллаху алейкум, передает от такого сподвижника, что он слышал, как пророк, салли Аллаху алейкум, сказал то-то, тот. Передает от такого сподвижника, что он видел, как пророк, салли Аллаху алейкум, сделал то-то, тот. Абсолютно все знают сборники хадисов, Бухари, Муслим, Дауд и так далее. Кто не знает Абу Бакра? Он был с пророком, салли Аллаху алейкум, когда они прятались в пещере от курешитов. И пророк был женат на его дочери Аиши, матери правоверных. И Абу Бакр был тот, кто один из первых принял ислам и призвал множество тех, кому еще при жизни был обещан рай, и который отдал все свои имущества на пути ислама. И про достоинство Абу Бакра есть просто огромнейшее количество хадисов. Кто не знает Умра ибн Аль-Хаттаба? Кто не знает Усмана, Али, Тальху, Зайда, Ибн Масуда, Ибн Аббаса и других сподвижников, да будет довольным всеми Аллах? Кто их не знает? Они наши герои, они примеры для подражания. Почему? Да потому что они учились непосредственно у самого пророка, салли Аллаху алейкум. Они понимали религию самым наилучшим образом. И они те, кто отдали своей жизни, свое время, силы, имущество, души, абсолютно все, что у них было, для возвышения слова Аллаха на земле, для распространения его религии. Вот кто такие сподвижники, друзья мои. Сподвижники пророка, салли Аллаху алейкум, это те люди, которые передали нам нашу религию, Коран и Сунну. Это те люди, которых Аллах выбрал для этого дела. Так скажите мне, возможно ли обойтись без них? Можно ли плохо относиться к кому-нибудь из них? Можно ли не любить их? Можно ли понимать ислам не так, как понимали они? Ответ однозначный. Нет, нет и еще раз нет. Все знают хадис о том, что мусульманская умма разделится на 73 течения. И лишь одна из них названа спасшейся. Это достоверный хадис, друзья мои. Об этом хадисе написано очень много трудов, великих ученых нашу, вы можете погуглить. Кто это спасшаяся группа? Как нам ее распознать? Да очень просто. Как сказал пророк, салли Аллаху алейкум, спасшаяся группа, это та группа, которая стоит на том, на чем стою я и мои сподвижники. Вуаля. То есть на истине та группа мусульман, которая придерживается того, во что верил сам пророк, салли Аллаху алейкум, и его сподвижники. Вот вам, пожалуйста, у нас получил сейчас три фильтра. Три фильтра. Проведите через них просто абсолютно любую информацию, которую вам предлагают те или иные люди, и вы сразу отсеете эти секты. Коран, сонна и понимание сподвижников. Именно на этой стадии, друзья, абсолютно все секты терпят окончательное поражение. Они не хотят брать мнение сподвижников, они хотят слепо следовать своим школам, ученым и так далее. Окей, вот вам еще один лайфхак для новичков, чтобы не попасть под влияние сект, и это мое личное, собственное наблюдение, надежно правильное. Запомните правило. У кого что болит, тот о том и говорит. Все очень просто. Вот сколько бы я не встречал бы на своем пути сектантов, у них у всех есть какая-то больная тема. Вот какое-то болезненное отношение к тем или иным по отдельности аятам и хадисам. И вокруг этого они выстраивают абсолютно все свои убеждения. Это становится их главной заботой. Это занимает все их мысли. И они готовы об этом говорить просто с утра до вечера. Знаете, что это за тема? Я вывел две основные в наше время. Это либо политика и правители, либо же атрибуты Аллаха. Но сегодня они встречаются больше всего. Поэтому, друзья мои, когда к вам подходят такие люди, просто проведите их слова через эти три фильтра. И все сомнения исчезнут. Туда же, друзья мои, и музыка, и песни, и танцы, и пляски, и мавлиды, и дни рождения пророка, и прочие праздники, которые сейчас пытаются ввести. Всегда смотрите одно и то же. Коран, сунна и сподвижники. Велел ли пророк, саллаху алейху салям, праздновать его день рождения? Или, может быть, сподвижники праздновали? Или одобряли такие вещи? Нет. Значит, что мы делаем? Также выкидываем в сторону. И также мы делаем абсолютно со всеми вопросами, которые касаются нашей религии. Кто из сподвижников пророка, саллаху алейху салям, стоял у могилы какого-нибудь праведника? Скажите, пожалуйста. Кто из них просил заступничества? Кто из них обращался к мертвым? Никто. Абсолютно никто. А может, Али, может быть, Абу Бакар, может быть, Умар, да будет довольными всеми Аллах. Может быть, они бегали по кругу туда-сюда, делали зихры. Или, может быть, они делали обходы вокруг могил каких-нибудь праведников или даже самого пророка, саллаху алейху салям. Или, может быть, они носили на себе какие-нибудь кулончики от глаза. Или, может быть, они избивали себя, когда умирали дети пророка, саллаху алейху салям. Или, когда, может быть, даже умер сам пророк. Потратьте просто, друзья мои, 10 минут на изучение вопроса, и вы сможете оградиться просто от любой секты. Умейте самостоятельно анализировать вопросы. Ваш разум, друзья мои, он правильно поймет и Коран, и Сунну. А если вы увидите какое-либо непонимание, просто посмотрите, как это поняли сподвижники, и любое искривление души и разума выпрямится. Понимание религии с вподвижниками – это разделительная черта между истиной и ложью. Поэтому мы, мусульмане, должны объединиться на трех вещах – Коран, Сунна и понимание сподвижников. Просите у Аллаха наставления на прямой путь и защиту от заблуждения. Ассаламу алейкум. Надеюсь, я вас не утомил.